МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Легче предупредить. В Чебоксарах планируют создать современный центр управления кризисными ситуациями. Торопись, честной народ. Чувашские фермеры представили свои товары на ярмарке натуральных продуктов в Москве. За победу. Спортсменов из Чувашии чествовали сегодня в Министерстве спорта Республики. В Чебоксарах пострадавший дом изучают эксперты из Нижегородского центра МЧС. Специализированная лаборатория приехала в Чувашию по договоренности главы Республики и федерального министра Владимира Пучкова. Их встреча состоялась накануне в Москве. Специалисты из Нижнего Новгорода изучают каждый подъезд жилого дома. Оборудование лаборатории расположилось прямо во дворе. Внутри на всех этажах установлены датчики, которые со стопроцентной точностью помогают определить, насколько сильно пострадало здание. Эксперты МЧС делают выводы в ближайшее время. Но чебоксарские специалисты уже вынесли свой вердикт. Дом находится в аварийном состоянии. Первый подъезд необходимо снести. Это кадры того злополучного вечера. Жильцы покинули свои квартиры наспех, без вещей и документов. Тукатурка вся сыплась. А потом кирпичи вышли в коридор, все уже бегают. Кирпичи, говорят, уже вылетают с первого этажа. В перспективе, конечно, мы должны найти уже для постоянного проживания место. Или это будут служебные жилье, или через государственный жилищный фонд. Будем смотреть варианты. В беде людей один на один не оставим. На личной встрече с министром чрезвычайных ситуаций глава Чувашии отметил, что регион отправил обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву. Возможно, что жителям дома по улице Петрова выделят сертификаты из резервного фонда страны. Они частично покроют расходы на строительство нового жилого здания. Также оперативно федеральное ведомство и власти республики помогли когда-то жителям поселка Тувси, оставшимся без крова после взрыва бытового газа. Я с радостью услышал, что тот дом, который построил совместный МЧС России и руководство республики, уже заселен. Больше того, там рождаются дети. Наверное, это самый главный результат нашей совместной работы. На встрече обсудили и другие вопросы. Федеральный центр готов выделить 80 миллионов рублей на реконструкцию здания главного управления МЧС по Чувашии. Планируют создать в Чебоксарах и современный центр управления кризисными ситуациями. Который позволит на самом высоком уровне организовать и организацию управления всех реагирующих подразделений, и выполнять комплекс мер по профилактике предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, и приступить к формированию комплексной системы безопасности деятельности населения республики. Современную технику в ближайшее время планируют поставить на базу недавно построенного депо в Чебоксарах. Оборудование для спасателей готово создавать и чувашские предприятия. Владимир Пучков заметил, что в МЧС могут сформировать пакет заказов. ЧП, произошедшее на улице Петрова, горячо обсуждается и на местном уровне. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков встретился с жильцами аварийного дома. Причина разрушения – организованный вынос имущества, возможность дальнейшей эксплуатации аварийного дома, поиск временного жилья. Все эти вопросы стали предметом детального обсуждения. Жильцов интересовали в первую очередь причины аварии. Как предварительно считают эксперты, в отдельных квартирах была сделана перепланировка помещений. Возможно, была нарушена гидроизоляция покрытий. Есть и другие версии. Экспертами сделан вывод, что обрушение кирпичной кладки простенков первого этажа подъезда со стороны фасада произошло из-за крайне низкой марки по прочности раствора на участке обрушения. Швы кирпичной кладки, заполненные раствором, продырявлены до четвертого этажа муравьями. В некоторых местах даже протыкаются пальцами. Ситуацию с низкой прочностью раствора можно объяснить тем, что объект строится в конце 50-х, в начале 60-х годов, когда растворы изготавливали в посрочных условиях, не централизованно. Контроля за водо-цементным соотношением раствора не было. Реакция жителей на это была неоднозначной. Вот именно со стороны фасада, первого этажа, со второго этажа, вот такой раствор. А с других сторон, значит, более-менее там крепкий. Хотя тоже, хотя минутку не спорьте. Совсем что ли? Строитель! Вы где учились-то? Неправду говорить так не может быть! Уважаемые коллеги, дайте ставить... Дом строили одним цементом, наверное, чеки блинки, потом другой будет. Окончательное заключение будет сделано позже. На встрече говорили о том, что отдельные переселенцы трактуют оказание помощи по-своему. Хочу отметить, что заселившиеся в общежитии строительного техникума по адресу Шевченко 31 ведут некоторые неадекватно. Появляются в нетрезвом виде, где проживают студенты. Ну и, конечно, порча имущества наблюдается. Хочу обратиться, чтобы такие вещи не допускали. Также питанием обеспечиваются только те, кто заселены официально в эти общежития. Остальные, значит, пожалуйста, не приводите родственников. Такие ситуации тоже сегодня были. И друзей. Об этом должны знать. Кто ведет себя неадекватно, будут выселяться без предоставления места. Прийти и забрать свои вещи из аварийного дома жители могут ежедневно с 14 до 16 часов. Представители специальных служб готовы сопровождать чебоксарцев в свои квартиры. А администрация города предоставила автотранспорт для перевозки имущества. Если встает вопрос конкретно, куда везти, нет родственников, нет знакомых, нет друзей, для временного размещения мы найдем базу, куда вещи сможем ваши отвезти. База водоканала, наше городское предприятие будут находиться под охраной. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Депутаты Государственного совета Чувашия вновь собрались на очередную 23-ю сессию. В повестке дня 27 вопросов. О решениях по некоторым из них в нашем сюжете. Парламентарии в двух чтениях приняли проект о внесении изменений в бюджет Чувашии на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Это вторая корректировка республиканской казны в текущем году. Связана она с дополнительными безвозмездными поступлениями более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета. Сюда входят дотации на повышение оплаты труда, субсидии на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий, на мероприятия в области культуры, туризма, спорта и здравоохранения. В своем докладе министр финансов Чувашия Светлана Янилина поделилась и другими тенденциями в бюджетной сфере. Снижение поступлений от акцизов на нефтепродукты характерно для всех субъектов Российской Федерации, что обусловлено увеличением производства более качественного бензина и дистоплива. По данным Росстата, в первом полугодии 2014 года к аналогичному периоду прошлого года производство более качественного бензина увеличилось на 15%, дизельного топлива на 76%. Так как акцизы на нефтепродукты являются одним из основных источников дохода Дорожного фонда региона, на аналогичную сумму, почти 283 миллиона рублей, уменьшаются и расходы на дорожное хозяйство. Еще одним вопросом в повестке дня стало принятие нового республиканского закона о развитии сельского хозяйства в Чувашской республике. В настоящее время мы работаем в рамках закона Чувашской республики от 2001 года номер 35 о государственном регулировании и поддержке агропромышленного комплекса Чувашской республики. Но он не в полной мере отвечает возникающим проблемам в сфере развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Чувашской республики. В целях обеспечения стабильных условий развития сельхозпроизводства на среднесрочную перспективу выполнения мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с хозяйственным продукцией и продовольствием на 2013-2020 годы, необходимо принятие нового нормативного правового акта Чувашской республики, регулирующего отношения в сфере развития сельскохозяйства. Законопроект одобрен депутатами Госсовета. Он будет регулировать отношения между гражданами и сельскохозяйственными производителями, юридическими лицами, органами власти в сфере развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития сельских территорий Чувашии. На реализацию проекта закона с 2014 по 2020 год потребуется финансирование из республиканского бюджета – 9,5 миллиардов рублей. Анастасия Алексеева, Игорь Поручиков, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же парламентарии внесли изменения в закон об организации местного самоуправления. Депутаты от «Справедливой России» пытались отстоять свою точку зрения, предлагая альтернативный проект закона. Но после обсуждения абсолютным большинством голосов был принят законопроект, внесенный главой Чувашии. В соответствии с ним главы районов будут избираться всенародно. Главы поселений – из числа депутатского корпуса. А в городах сохранится прежняя, уже доказавшая свою эффективность, система организации местного самоуправления. Глава будет избираться из числа депутатов, а сити-менеджер – назначаться. Своё развитие тема сельского хозяйства получила не только на региональном уровне. Накануне в Первопрестольной открылась традиционная ярмарка натуральных продуктов из Чувашии. Чем удалось поразить жителей столицы и как они приняли наших фермеров? С подробностями Дмитрий Ковалёв. Когда на улицах Москвы выступает Чувашский ансамбль, даже случайные прохожие не могут удержаться и пускаются в пляс. Такое действительно не каждый день увидишь. Удивлять жителей Первопрестольной артисты настроены до конца недели. Всё это время в столице будет работать ярмарка продуктов из Чувашской республики. Сюда, на Семёновскую площадь, приехали не только крупные предприятия, но и фермеры. На прилавках свежие овощи, ягоды, фрукты и не только. Члены московского правительства особенно долго задерживаются у витрины с мясными деликатесами. Из мочевого пузыря барана или бучка и внутренности. И особенность в том, что этот продукт очень длительно время хранится, очень много питательных веществ. И по вкусовым качествам намного, то есть очень сильно отличается и от классической колбасы. Шортаны и чувашские колбасы на московской ярмарке разлетались, как горячие пирожки. От желающих приобрести медовые лакомства тоже не было отбоя. Христофор Макаров уже не первый год торгует столицей тем, что собирает на личной пасеке. Фермер говорит, таким продуктам никакой рекламы не требуется. Мёд из Чувашии в Москве славится не хуже башкирского. Ну сейчас в последнее время что начали? Действительно уже прибавилось кем-мёда, в роду включилась не только мёд. Уже стали покупать пыльцу цветочную для повышения иммунитета. И пользуются, дают людям после операции, детям, остающим развитие и спортсмены употребляют. Популярностью в Москве начали пользоваться и валенки. Мастерица народных промыслов Раиса Удалова привезла на ярмарку более 40 пар обуви. Женщина вышивает на них оригинальные узоры. В таких валенках не стыдно и по улицам столи сощеголять. Это очень незаменимая обувь. Она лечебная, она морщины всякие на ногах, всякие трещинки убирает, лечит ноги, суставы. Но большинство фермеров привезли на ярмарку плоды осеннего урожая. Зная толк в экологически чистых продуктах, сюда пришла и москвичка Мария Полякова. Девушка признается, что такого изобилия на прилавках увидеть не ожидала. Магазины, которые торгуют деревенскими овощами и фруктами в столице, можно по пальцам пересчитать. Видно по нему, что не какие-то там зеленые пластмассовые яблоки или какие-то овощи, а все натурально, понимаете. И хочется есть натуральные продукты, кормите семью свою только натуральным. Сейчас овощи купила, сейчас пойду вот за фруктами. В правительстве Москвы фермерам из глубинки дают зеленый свет. Торговые места на уличных ярмарках предоставляют безвозмездно. Для жителей Первопрестольной это хорошая возможность приобрести натуральные продукты по ценам в три раза ниже, чем в магазинах. Чуваши это, наверное, самые постоянные и самые надежные участники всех региональных проектов, которые реализуются на территории города. И в этом году они нас тоже не подвели, приехали, привезли свою продукцию, понятную, хорошую, качественную, по достойным ценам. В городе сейчас проходит достаточно большой и серьезный гастрономический фестиваль региональных ярмарок. У нас задействовано 70 площадок. В условиях эмбарго в правительстве Москвы рассчитывают и на долгосрочное партнерство с сельхозпроизводителями из других регионов. Продукция фермеров должна заменить на прилавках столицы импортные товары. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Еще 15 июля в нашей республике заработал первый пункт размещения переселенцев из Украины. Для 1300 человек Чувашия стала, если не родным домом, то надежным убежищем, где можно укрыться от снарядов. На сегодняшнем брифинге говорили о том, какие проблемы есть у временных переселенцев и что их волнует в первую очередь. Почти 200 украинских детей пошли в школу Чувашии 1 сентября. Благодаря поддержке правительства и помощи неравнодушных жителей республики, все они получили учебники и школьную форму. Дети очень способные, все схватывают на лету, делятся учителя. Сложности в процессе учебы все же возникают, поэтому для бывших украинских школьников подобрана отдельная программа. Школам рекомендовано проводить с детьми дополнительные занятия, особенно по русскому языку, так как школьная программа Украины и Российской Федерации не совсем совпадает, не совсем коррелируется. У них было гораздо меньше часов русского языка. Педагоги отмечают, что дети, если и пишут хорошо и говорят неплохо на русском языке, то у них западает, скажем, теоретическая часть. В Чебоксарские техникумы и колледжи пошли 18 переселенцев. В вузы 9. Не так радужно обстоят дела с трудоустройством. Из 700 трудоспособных переселенцев работу нашли только 180. И дело тут совсем не в ленности и нежелании работать. До 30 лет по трое детей таких через одну. Понимаете как? В отличие от нас с вами. И поэтому она трудоспособна. Нового возраста он не будет работать. И таких много женщин. Еще одна проблема, с которой столкнулись беженцы. Почему-то некоторые жители считают, что переселенцы живут на иждивении государства. Получают по 800 рублей в сутки, бесплатно питаются, проживают и при этом не хотят работать. Эту ситуацию прояснила Светлана Петрова. Говорят, что вот вам платят большие деньги, 800 рублей в день. Зачем вам работать, раз вы такие халявные деньги получаете? Эти деньги получают те организации, пункты пребывания, пункты временного пребывания, которые их кормят, которые им предоставляют жилье. Большинство беженцев по прогнозам здраво-соцразвития планируют остаться в нашей республике и после окончания военных действий на Украине. За недолгий срок пребывания они уже обзавелись с друзьями, отправили детей в местные сады и школы. В ближайших планах получить гражданство России и найти постоянное место работы. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Министерство образования и молодежной политики нашло еще один повод встретиться с представителями средств массовой информации. На этот раз, чтобы выразить свое беспокойство по ситуации в комсомольской средней школе номер один. 27-летняя учительница использовала нестандартные методы воспитания. За нарушение дисциплины залепил рот скотчем ученику третьего класса. Другим рисовала ручкой на лбу двойки за невыполненное домашнее задание. Минобразование Чувашия принесло извинения родителям за нарушение педагогам профессиональной этики. Это характеристики, отдельные характеристики происходящих глубоких, скажем, кризисных явлений в педагогическом образовании в целом не только Чувашской Республике, но и Российской Федерации. Не зря же сейчас говорится много о том, что требуется модернизация педагогического образования. К сожалению, наши будущие учителя в вузах осваивают очень много теории. И у них мало практики, мало практикоориентированных занятий, когда учителя учатся, осваивают психолого-педагогические характеристики, особенности детей. Учителя очень мало владеют психологическими методами и способами налаживания отношений с детьми и родителями. Учительница начальных классов работает в Комсомольской школе номер один с августа 2012 года. В июне 2014 она написала заявление об увольнении, однако после отозвала его. Узнав об этом, родители учащихся обратились в прокуратуру с жалобой на ее методы воспитания. До этого никаких претензий в администрацию школы со стороны родителей и учащихся не поступало. По данному факту, следственным управлением Следственного комитета России по Чувашии возбуждено уголовное дело. Золотые наши, серебряные спортсмены из Чувашии в этом сезоне отметились на многих престижных соревнованиях. Трофеи и звания, пополнившие копилку наград, выглядят солидно. Медали, кубки, чемпионские титулы. Их владельцев честовало сегодня Министерство спорта Чувашии. Норвежский Хафьелл, мексиканский Канкун, британский Стокман-де-Виль и Сванси, Женева, Кранев, Ташкент. География соревнований в очередной раз доказывает, что спорт вне политики. И санкции на него не распространяются. Столь же широкий перечень спортивных дисциплин, в котором преуспели наши спортсмены. Маунтинбайк, борьба, шашки, аэробика, легкая атлетика, бадминтон. Вручая сертификаты на получение премии ежемесячных выплат, министр Сергей Мельников еще раз подчеркнул. Мы не только гордимся вами, но и готовы всячески поддерживать. Многие из тех, кто присутствует сегодня, представители олимпийских, паралимпийских видов, сурдолимпийских, реальные претенденты на олимпийские и паралимпийские сурдолимпийские игры. Ближайшая задача у нас только такая, максимальная задача. И здесь тоже у нас предусмотрено уже с января месяца начнутся выплаты стипендий целевых на подготовку к этим главным стартам. Поэтому, ну и все остальные возможности, которые есть в республике, они к вашим услугам. Тренер за своих подопечных готовы поручиться. Вместе они уже продемонстрировали волю к победе. А на подходе новые чемпионы. По словам наставников, в Чувашии много перспективных спортсменов. А значит, копилка наград с каждым сезоном будет все весомее и весомее. В день города чебоксарцы и гости столицы смогли увидеть, как Артур Шишокин завоевал титул чемпиона Европы среди профессионалов. А буквально на днях в Анапе завершились седьмые всероссийские юношеские игры боевых искусств. Где спортсмены Чувашии также отличились. Завоевать место на пьедестале сумели оба кикбоксера, представлявших нашу республику. Денис Павлов и Никита Александров. Но это далеко не все спортивные достижения нашей республики. Об этом, безусловно, свидетельствует тот факт, что международный форум «Россия – спортивная держава» будет проводиться именно у нас в городе. Я думаю, что спорт Чувашии развивается очень успешно. Это свидетельствует то, что по итогам года у нас был признан самый спортивный регион. Я думаю, что неспроста форум всероссийский проходит у нас в Чебоксарах. Это показатель того, что Чебоксар становится центром спортивных, скажем так, событий. И поэтому очень много делается для развития спорта. Я думаю, что если так дальше дело пойдет, у нас здесь будет центр российского спорта вообще. В этом году 90 лет исполнилось бы Александру Спиридоновичу Артемьеву. В честь дня его рождения видные деятели чувашской культуры собрались в Литературном музее, чтобы в очередной раз вспомнить, какой вклад внес писатель в развитие литературы. На творческом вечере побывала и наша съемочная группа. На вечер собрались писатели, поэты, которые искренне ценят и уважают творчество Александра Артемьева. Безграничный талант писателя отмечают все. Ведь помимо создания художественных произведений, Артемьев был превосходным переводчиком и критиком. У Александра Спиридоновича осталось не так уж много близких друзей и родственников. Андрей Артемьев, внучатый племянник, единственный носитель фамилии. О своем талантливом предке он помнит только хорошее. Начитанным талантливым и справедливым человеком называет писателя жена брата. В рамках юбилея состоялась выставка работ писателя и поэта. За всю литературную деятельность Артемьев написал более 20 книг, многие из которых вошли в золотой фонд чувашской литературы. Среди них «Большая медведица», «Соломбица», «На хлеба» и другие. Как критик Артемьев всегда искал в произведениях только лучшее. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Такова информационная картина дня. Я Татьяна Трофимова с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова